добрый вечер давайте приготовим творожную запеканку для нее нам понадобится 600 грамм творога у нас здесь магазинный творог жирность 5 процентов и всего по три ложки 3 столовые ложки манки 3 столовые ложки сахара 3 столовые ложки сметаны также нам понадобится щепотка соли ванилин и ванилин и у нас здесь разрыхлитель значит и необязательные компоненты это цедра лимона 1 и 50 грамм изюма можно заменить на любые ягоды замороженные свежие по вашему желанию также нам понадобится 3 яйца крупных или 4 мелких вот у вас 4 мелких яйца так мы начнем с чего возьмем нашу манку 3 столовые ложки манки всего по три такая запеканочка у нас 3 манки столовые ложки 3 ложки сметаны мы их перемешаем чтобы они набухли чтобы манка наша разбухла была такая крупиночками просто оставляем на некоторое время мы забываем про нее на несколько минут пока мы будем работать с вами дальше 600 грамм творога в емкость для сбивания нам нужно затем щепотка соли 3 столовые ложки сахара и наши мелких 4 яйца или три крупных мы будем взбивать используя миксер вот такая у нас масса получилось похоже на очень очень густое тесто для оладьев сейчас мы будем добавлять нашу разбухшую манку со сметаной аккуратно затем мы добавим ванилин и разрыхлитель ложка разрыхлителя и ванилин щепоточка сейчас необязательные ингредиенты этого запеканочки значит мы сейчас натираем цедру лимона в чем суть чтобы когда натираешь цитру нельзя доставать до белой белой части лимона то есть нужно только желтую часть натереть можно конечно не добавлять но я считаю что такая лимонная приятная цитрусовая нотка запеканочки очень будет кстати и так наш результат деятельности это вот получается столовая ложечка с горкой лимонной цедры мы добавим ее тесто творожное и затем продолжим взбивать с манкой с разрыхлителем и цедрой лимона добьемся однородности массы подготовленную форму мы любим работать с пергаментом вы можете взять красивую форму смазать ее сливочным маслом или растительным маслом посыпать сухарями если вам захочется или просто манкой значит вот у нас такую массу творожную наше тесто творожное мы выливаем нашу подготовленную форму что изюм решили не бы не добавлять потому что не все члены семьи у нас любят изюмчик а было бы очень кстати разровняем в принципе процессе выпекания этот процесс произойдет самостоятельно так наше тесточка отправляется в разогретый духовой шкаф температура 180 градусов на 40 45 минут вот такая запеканочка у нас получается скоро будем дегустировать расскажу вам небольшой кулинарный секретик изделие из творожного теста нельзя вынимать сразу из горячей формы так как она меняет температуру и может опасть поэтому дождемся пока наше изделие отдохнет наша запеканочка и потом ее аккуратно достанем из охлажденной формы мы украсили нашу запеканку свежим черносливом и полили вареньем из сливы сиропом вернее получилось очень вкусно хочу добавить что это запеканка в меру сладкая но для семьи из трех человек будет маловато если вашей семье много людей готовьте в два раза большую порцию приятного аппетита наслаждайтесь